Нулевые позиции вооруженных сил Украины ежедневно подвергаются обстрелам. О ситуации возле Мариуполя корреспонденту общественного телевидения Донбасса рассказали военные. Боевики оборудовали позиции непосредственно в Коминтерного, в том числе позиции тяжелого вооружения, минометов калибром 120 и 82 миллиметра и ведут обстрел наших позиций с Коминтерного в районе Толоковки, Гнутово, Водяное. Буквально позавчера был обстрел обстрел позиции возле Толоковки. Обстрел был в течение часа. Велся огонь из автоматических гранатометов СПГ. Один из наших бойцов был ранен. Сейчас он находится в госпитале, его жизни угрозы нет. Наши военнослужащие вынуждены были открыть ответный огонь. Только после этого противник прекратил обстрел. В связи с тем, что огонь велся с закрытых позиций в районе Коминтерного, то ответный огонь наши отвечали только по видимым целям. То есть не в населенном пункте, а непосредственно по передовым позициям, которые находятся впереди. Это связано с тем, что есть угроза жизни мирному населению. Боевики пользуются этим и оборудуют свои позиции непосредственно в жилых домах, в помещениях. Там же отмечена замаскированная бронетехника, БТР, танки, БМП. Сегодня обстановка более-менее стабилизировалась. Бойцы находятся на своих позициях, в усиленном режиме несут службу, фиксируют все перемещения боевиков и в случае обострения ситуации готовы дать достойный ответ боевикам. Самое страшное это когда как бы тишина. Не бывает такое, что стреляют, стреляют, потом тихо. Это самое страшное. Прилетела мина туда, вон там, если хотите, можно пойти посмотреть. Да, 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 хотим. Ну, понятное дело, что стрел ввелся и все находились сверху. Аня, нам к бойцу вашему обратим. Ну да, надо же оказывать помощь. Достал пакет индивидуальный свой, навожил повязку и ребят отправили его понесить. Мы дальше отстреливаемся. В каком состоянии он был? Состояние нормально, но позже начал жаловаться, что нога немеет. Так сразу неплохо. Ну, на шок сразу неплохо сейчас. Позже еще и хуже стало. Сейчас отправили в госпиталь. Вроде операции будет. Что такое. В реально здесь ничего не было. Все вот это было сделано нами. Бревна вот три ряда. Восьмидесятку, надеемся, выйдешь. Дальше не знаю. Ну, вот так из пустого места получилась позиция. Пулю ПК выдерживает. Дышика не проверяли еще. Дышика не проверяли еще. Дышика не закрывает там еще. А скажите, пожалуйста, что это? Туртик. С чего? С гусенкой, вафлик. Обычно. Ну, все так повсегда? Чи из какой-то нагоды вы ее приготовили? Да нет. Мы один ездил купить. Так, не каждый день. Мы когда выезжаем, покупаем что-нибудь вкусненькое. Все пед замком, чтобы раньше времени не хватило? Ну, значит, позавчера в соцсетях была опубликована информация о том, что в районе Коминтерного, прикрывая отход диверсионно-разведывательной группы, погиб боевик с позывным хам. Его боевые товарищи выражают ему, значит, свое соболезнование, отмечая, что это был настоящий товарищ-друг, который приехал из далекой России защищать, значит, идею Новороссии. Простой парень из города Санкт-Петербург. Вот таким образом он закончил свой жизненный путь бесславно, сражаясь за какие-то вымышленные идеалы на территории суверенной страны. За прошедшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано пять обстрелов наших позиций. Это возле Маринки, Тарамчук, Широкино, Новотроицкое. Вчера вечером боевики обстреляли из минометов калибром 120 мм в нашей позиции возле Новотроицкого. Огонь велся с направления до Кучаевского. Потери нету, раненых нету. Сейчас основная активность боевиков в районе Новотроицкого, Маринки и в районе Коминтерного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова